Продолжаю короткие выпуски своего видеодневничка, рубрика «Камчатка день за днём». В этой рубрике я рассказываю, как в разные годы века минувшего жила Камчатка. Рассказываю на материале периодической печати минувших лет. Сегодня 25 день января. Мы читаем газету «Камчатская правда» 56 года века минувшего. Стасия Гринёвой «Камчатка на выставке в Москве». Третий месяц в залах Центрального Дома Советской Армии имени Фрунзе функционирует вторая всесоюзная выставка маринистов. Даже при беглом её осмотре бросается в глаза, как выгодно, отличается она от первой всесоюзной выставки, организованной полтора года тому назад. Выросло мастерство и расширилась география советских маринистов. Тихий океан с его необъятным прибрежьем, Атлантический океан, Северный полюс, нашли теперь своих талантливых изобразителей, пишет госпожа Гринёва. Молодой одарённый художник Фролов экспонировал ряд выразительных этюдов, запечатлевающих своеобразную, часто неповторимую покраскам природу Камчатки и Курильских островов. Таковы остров Ши-Аш-Котан, Лавовые горы и другие. Зорко приглядывается Фролов к людям, с которыми встретился на Камчатке, к их самоотверженному труду. Москвичи с интересом разглядывают серию этюдов на Камчатке. Вот перед нами Озерновский рыбокомбинат. Мы знакомимся с его рыбаками и обработчиками. Художник показывает в портретах разных людей общее, типичное – волю, энергию, оптимизм. С жизнью Камчатки знакомят нас и этюды художника Давыдова. «Камчатка. Базальтовые скалы», «В Петропавловском порту», «Чукча-моторист. Возвращение домой». Особенно удачен последний этюд. Очень поэтично и мягко рисует художник. Возвращение домой молодых родителей, представителей народов Севера, с новым членом семьи. Известный советский маринист Титов тоже экспонировал много этюдов, запечатлевающих Камчатку. Наиболее интересный – Камчатка-Сопка-Камбальная, Авачинский залив. Пишет госпожа Гринёва. Большая картина Львова у камчатских берегов передает мощь и дивную красоту морских просторов, омывающих Камчатку. Особо хочется отметить портрет из серии «На курилах». «Кок-пекарь дядя Миша». Он написан художником с большой теплотой и симпатией. В этой серии интересен и уголок китокомбината. Это была рубрика «Камчатка. День за днём». 25-й день января. Мы считали главную газету полуострова «Камчатскую правду» 56-го года века минувшего. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...